Добрый день, поздравляю вас с великолепным праздником. У нас в истории немало выдающихся дат, связанных прежде всего с освободительной борьбой, с нашими великими битвами на поле Куликовом, Прохоровском, под Москвой и Сталинградом, на Орловско-Курской дуге. Но есть два выдающие события советской истории, которые не только объединяют, сплачивают, которые дают возможность нам гордиться своими достижениями во всем мире. В этом году исполняется 100 лет Великого Октября и 60 лет, когда первый спутник взлетел над планетой и сообщил о том, что знамя Ленина, знамя Победы, Великая Советская страна подняла в космос. Не будь октября, не было бы и первого прорыва в космос, всем совершенно очевидно. Самое удивительное, что Циолковский, учитель Калужской школы, который впервые в мире сделал расчеты о ракетных полетах, в том числе и ракетных поездах, так называемых последствием на наступенчатых ракетах, он сделал расчеты, но никто ему не давал никакой возможности ни сдать, ни представить свои идеи. И лишь советская власть открыла всем талантливым детям и юношам возможность не только учиться, изобретать, но и прорываться в космос. Молодые юноши Королеву, Глушко посещали Циолковского, слушали его напутствие и не только реализовали, но и в течение очень короткого времени совершили выдающийся подвиг. Представьте, наша страна после войны, в которой потеряла 27 миллионов лучших сыновых дочерей, страна, которая сумела победить самое большое зло на земле фашизм, страна, которая доказала, что ленинско-сталинская модернизация в состоянии обеспечить считанные годы, такой взлет науки, техники и духа, что победили не только на земле, но и в космосе. Победа и прорыв Гагарина в космос, они символизируют не только возможности советского строя и нашего народа, но они показали, что дети из простых семей, крестьян, рабочих, в состоянии окончить блестящие школы, выучиться в военных училищах, сесть на самые современные самолеты, а потом прорваться в космос. С честью рассекречены сегодня и многие материалы переговоров, в том числе и космического полета Гагарина. Он вообще оказался не только крепым духом и здоровьем, но исключительно быстро освоил всю технику. Его донесения позволили потом совершенствовать космические корабли. Ну и мы должны прекрасно понимать, если бы первый полет нам не удался, тогда бы пришлось откладывать его на многие годы. Но полет совершен был блестяще, выполнил задание, доложил, и вся Красная площадь, страна и мир ликовала этому. Я посетил почти 80 стран мира, и везде, где говорил о советской стране, о Ленина, о Великом Октябре, о Гагарине, независимо, где ты встречался, понимают ли русский язык, читали ли наши газеты, слушали ли наши радио, или смотрели телевидение, везде люди вставали и дружно аплодировали, потому что это было высочайшее достижение и открытие человечества. Сегодня проблемы космоса стоят так же остро, как и вчера, потому что программа уникальная, которую разработала советская страна, в 90-е годы была заброшена, стали рассуждать, нужно или не нужно. И даже те эксперименты, те области знания и технологий, которые наработали наши космонавты, наши космические станции, и то вдруг оказались отодвинуты. Американцы отставали на 15, 20, 30 лет от нас во многих областях. Мы первые тогда решали эти уникальные задачи под руководством Академии наук, которой руководил Келдыш. Келдыш, Королёв и Курчатов – это три гения нашей великой державы, три гения, которые открыли не только космос, создали выдающуюся математику, но и сумели обеспечить ракетно-ядерный паритет и стратегическое продвижение страны на многие десятилетия вперед. Если бы советская программа тогда была продолжена, не затопили бы станцию, а там даже был блок, один из уникальных блоков, который все видел и сообщал, тогда бы и с терроризмом была бы борьба гораздо энергичнее, и тогда бы и наши новые победы наступали гораздо быстрее. Сегодня и космическая отрасль переживает трудные времена. Два года назад каждый третий-четвертый старт был со сбоями. Пытаемся выправить, построить новый космодром, но хочу всем, кто осваивает и новый космодром. Байконур строило 100 тысяч человек. Никто не проболтался. Американцы увидели эту пуповину, которая связала Землю с космосом, после того, как, по сути дела, завершен был этот объект, стартовые площадки и аэродромы. В пустыне, в невероятных условиях, в абсолютно короткие строки, огромный коллектив создал уникальное место на Земле, которое и сегодня является главной стартовой площадкой. Для того, чтобы двигаться вперед, надо учиться у первопроходцев, у пионеров. Гагарин, Королев, Келдыш, Курчатов были пионерами в этой области. Они нам оставили великолепное наследие. Но это наследие могут продолжать только умные, образованные, мужественные и храбрые люди. Хочу сказать, что с нынешней бабой ЕГО и системой ЕГЭ, которая вброшена с американской подачи в наши школы, можно готовить только большого зубастого потребителя, как говорил господин Фурзенко, будучи министром образования, что является полным позором для любого человека, что нам не нужен человек-творец, который готовила советская школа. Нам нужен квалифицированный потребитель, который должен есть и жрать то, что производят другие. А других этих надо нагибать, эксплуатировать, обирать налогами и унижать. Ничего, господин Фурзенко, у вас с таким подходом ничего не выйдет. Русско-советская школа была вершиной, с которой и Гагарин, и Титов, и Савицкая, и Терешкова стартовали в космос. Без блестящего образования современной науки никакого прогресса не будет. Поэтому мы все сделали для того, чтобы подготовить новый закон образования для всех, который гарантирует каждому молодому человеку, вплоть до высшего, бесплатное образование, первое рабочее место. Подготовили закон о промышленной политике, который должна субсидироваться и готовить развиваться. Закон о стратегическом планировании, без стратегического мышления и взгляда в небо, невозможно решать ни одной проблемы. Мы сегодня на сложном марше, нас обложили санкциями, двумя пороховыми бочками, которые превратили Ближний Восток и Украину. Уже натовцы маршируют в Прибалтике. И это последнее наследие Ельцинско-Гайдаровской предательской эпохи. И пока нынешняя власть от этого не откажется, у нее не будет великих взлетов, ни в космосе, ни в продвижении на Земле. Надо думать о будущем, а будущее прежде всего это образование, наука, современная промышленность и научно-технический прогресс. Королев, Гагарин, Келдыш и Курчатов показали, как эти задачи решаются в считанные месяцы и годы. Давайте сегодня в День космонавтики поблагодарим их, покланяемся их светлой памяти и заверим, что мы возродим лучшие традиции и нашей космонавтики, и нашего великого прогресса. Спасибо.